14 октября исполнилось 25 лет с начала возрождения кубанского казачьего войска. Казачество прошло сложный и ответственный путь становления, добивших заметных успехов в сохранении многовековых традиций и казачьей культуры, духовном и физическом воспитании подрастающего поколения. Об истории одной семьи, сохранившей и в наши дни казачий уклад жизни, смотрите в следующем материале выпуска. Понятие «родина» имеет для нас несколько значений. Это и великая страна с великой историей. Это и место на земле, где человек родился и вырос, познал первые радости и неудачи. История хутора Прикубанского уходит далеко в прошлое и насчитывает более 130 лет. Раньше здесь было несколько хуторов, которые назывались по фамилиям казаков. Сегодня Прикубанское поселение – это 2500 жителей. Развитая инфраструктура, в которую входят детский сад, школа, детская школа искусств. Но исконные казачьи традиции здесь сохранены и по сей день. Так, в музее Хутора Прикубанского хранятся летописи казачьих родов. Предметы быта, старинные фотографии. Мы занимаемся тем, что собираем информацию о старинных казачьих семьях, о казачьих родах. И по той информации, которую дают нам, ну как сказать, старожилы рода, да, мы создаем генеалогическое древо семей, собираем, пишем летопись, вот, ну по воспоминаниям, то, что помнят. Вот. Вот. Собираем альбом из фотографий старых, ну, в общем, разных времён, какие есть в семье, в роду. В Прикубанском сельском поселении Хуторское казачье общество – одно из лучших в районе. В его рядах насчитывается более 50 казаков. Это люди, занимающие активную жизненную позицию, неравнодушные к чужой беде. Много лет уже в казачьем обществе состоит Николай Кондра. Ещё издревле повелось, что именно в казачьих семьях вопросом патриотизма, любви к отечеству, готовности положить за него жизнь свою, уделялось особенно большое внимание. Вот и семья Кондра унаследовала эти традиции. Старались воспитывать, ну, по-старому, закалки. Мы, ну, по старым режимам. Бабушка, потом отец, ну, отец, мать, другая бабушка. Они тоже с казацкой семьи жили в городе. Ну, общались и старались нас, ну, как, воспитывать по-старым традициям. Уважать старших, помогать всем. Ну, и мы стараемся также передавать своим детям, внукам, чтобы тоже почитали старших, уважали родителей. Ну, и также всем помогали. В казачьей семье с малых лет прививали любовь к труду, вспоминает жена Николая Кондра, Татьяна. «Больше всего прививали труд. Мы же ведь недавно только не стало у нас хозяйство. У нас были коровы, свиньи, гуси. Все было. Все было, да. И детям приходилось и навоз вычищать, и свиньям давать, и корове траву косить. Печное отопление было, дрова рубить. Это сейчас. Дрова рубили, уголь носили, вода, воды не было. И воду надо было принести. Вот труд, труд, труд был у нас». У Татьяны и Николая Кондры большая дружная семья. Они воспитали двух сыновей – Алексея и Евгения, которые также состоят в хуторском казачьем обществе. Теперь помогают воспитывать внуков – Диану, Костю, трёхмесячного Илюшу, близнецов Егора и Никиту, которые в свои семь лет с гордостью носят казачью форму. Это дань народной традиции. У казачества всегда был культ большой семьи. Несколько поколений жили рядом – в одном дворе или по соседству. В этой семье Кондра обычаю следует. Хоть и не все живут в одном хуторе, но на праздники обязательно собираются вместе. «Собираемся как? По великим праздникам. Рождество. Стараем Пасху. Ну, такие церковные и такие же. Первое мае, что там или когда. По праздникам собираются должны к родителям. Нас было, помню, я сейчас с бабушкой. Мы жили, я с бабушкой жил. До ней она была отца, аж мать. И до неё всегда проезжали дети, мои тётки, дядьки. И все эти праздники, особенно Рождество, Старый Новый год, все родственники собирались у нас. Ну, и мы поддерживаем эту традицию вроде. И до нас детвора приходят. Также сестра, проезжая с Краснодара, одна и другая, ну, другая, одна-то редкая, а вторая часто проезжает. И собираемся, ну, как, в родительском роддоме. Ни один праздник просто невозможен без хлебосольного казачьего стола с пирогами и сластями, картошечкой, салом и другими угощениями. Казачья семья – оплот Отечества. Казачество на протяжении веков главную опору видела в крепкой семье. А семья Кондра – показательный тому пример, где казачьи традиции передаются из года в год, от поколения к поколению. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...